всем привет друзья хочу вас познакомить с миланой милане 5 лет и она живет недалеко от нас а точнее это наши соседи милана одна а нас много и милана очень хочет бегать как ее сверстники и мы в этом с вами можем ей помочь сейчас папа милана вам все подробно расскажет и вы поймете что ребенок заслуживает жить так же как и все дети она бывает смешная бывает грустная и она особенно особенно и потому что при отдых нам повредили шею и поставили диагноз ндцп спастический тетрапресс верхних и нижних конечностей при первом посещении невролога нам сказали что она будет овощем и шансов у нас нет но мы в это не верю и самого рождения занимаемся и продолжаем заниматься сами ездим по репутационным центром к специалистам и шанс у нас есть есть положительная динамика и пока ребенок еще маленький нужно стараться делать все возможное мы в первый раз записываем что-то подобное и всегда обходились своими силами но в этот раз нам нужна ваша поддержка будем рады каждому все большие дела начинаются с малого вместе мы справимся спасибо всем доброе утро у нас утренняя кормежка наших пернатых друзей сначала я кормлю потом они меня кормят хотите узнать как покажу так банда двигаемся гранулы вкусные да с рыбокосной мукой с мясокосной мукой и с rise с мясом и весом и коса десерты есть с динамика и святой деньгами в картофелье и весом в тюрьме роут 10 мукой и в любом месте который мне очень очень интересно вот этот агитарный поделать но как говорится и на этом спасибо как удобно когда есть вода на улице надо этот наконечник такой придумать чтобы не придумывать на полдюйма конечно такой у меня есть вот такой для быстросъема но на три четверти не подходит всем привет ну давно я ничего подобного не делал не записывал голос поверх видео но сегодня выходит такой ролик где у людей у многих возникнут вопросы будут писать какие-то комментарии на которые конечно я разом не смогу ответить поэтому я заранее сейчас на эти вопросы все отвечу под последним видео были комментарии о том что шпалы очень вредны и это все плохо ужасно страшно и много чего такого как не очень хорошего последствий этих шпал я конечно изучал для этого но тут пришли еще раз поковыряться в интернете и что я там нашел существует такая информация о том что шпалы они вредны когда новые их обработали кри азотом если из такого материала построить жилое помещение то есть определенное осложнение последствий от этих шпал при азот сам вреден когда есть прямой контакт с ним может привести к зажогам и тому подобное нашим шпалам ну я думаю что даже сколько вот если дом 70 79 года да вот его построили используя шпалы плюс еще до этого шпалы это не новые понятное дело где-то меняла где-то покупалось шпалы лежали до этого на железной дороге вот сколько лет они там пролежали и если все эти даты сложить то порядком хороший хороший срок уже отжили эти шпалы и все вредные вещества которые содержат крианул я думаю давно у него выветрить плюс также шпала была с соприкосновением землей с глины да особенно в земле как бы шпала очень быстро выветривает вытягивается вот тут она была обмазана понятное дело как бы возможно возможно есть какой-то небольшой запах но это единственное что остается все остальное уже давно все выветрилось все что возможно получить ожог либо еще что-то тому подобное поэтому я думаю как бы ничего страшного в этом не будет я на это конечно надеюсь потому что информация очень много и ни одно как бы документально подтвержденное что последствия шпал вызвано чем-то таким то что люди как-то пострадали была одна статья где люди писали что там кто-то работал на железной дороге и притащил эти шпалы и не построили в итоге получается люди там какую-то болезнь и западали почему-то все обвинили в этом то что построили дом сошпал а то что человек работал до этого на железной дороге и ежедневно вдыхал свежий запах этого криозота криолины газу да никто об этом ничего не говорит поэтому я надеюсь я надеюсь что все будет хорошо и меня как бы та информация которая была подтвердена именно научно о том что через определенное количество времени и криозот он были улетучивается и как бы своих средств и вредные свойства он теряет поэтому я немножко более-менее спокойно решил не использовать ничего не штукатурить а сэкономить время и зашить просто гипсокартона гипсокартон в итоге потом получается будет пропитан также мастикой заделаны швы и все возможные примыкания будут заделаны и никакого запаха я думаю не будет даже сейчас не имея как бы да никакой облицовки заходишь как бы в помещение со свежего воздуха ты не чувствуешь запаха этих шпал я вам на полном серьезе говорю если кто-то живет рядом милости просим можете зайти и как говорится все на себе это испытать ну что нет запаха так что я надеюсь что все будет хорошо а в остальном как бы знаете как оно бывает тоже не первый год же мы ведем канал и часто в комментариях пишут о том что что-то будет не так или случится вот так или я сделаю не так то же самое с райгазом до мою работу то что в полосновке котла меня называли халтурой клиник что никакой технадзор не примет тому подобное но так и почему-то когда у меня все приняли куда-то люди делись почему они не пишут что там их подкупил или еще чего-нибудь чтобы тебя приняли вот где такие версии я это конечно не вижу и очень конечно я не скажу что это злип про становится обидно почему как бы люди когда что-то получилось так что ваши слова где-то там не сбылись да вы куда-то пропадаете ну я думаю все будет хорошо все таки все таки надо надеяться надеяться на хорошее плохое само придет поэтому все будет хорошо а так если взять я вообще если честно думал что все будет намного быстрее это все выставлять профиля на самом деле это не так быстро у меня буквально на все это прошло ушел целый день я не знаю возможно так я наверно штукатурил побыстрее а по поводу да еще писали что набить сетку к и заштукатурить в том-то и дело что здесь-то была сетка и было все заштукатурены и в итоге она все как бы отвалилась она немножко отошло от от шпал до от дерева получается раствор он немножко отошел и получилось так вот как такая воздушная прослойка и когда по стене стучишь такой звук пустоты поэтому я же проконсультировался знаете как я у меня есть знакомый который всю жизнь прожил на севере как бы на северной части нашей страны и где в основном использовалась при строительстве дерево и я задал ему вопрос вообще как бы сталкивались с тем чтобы по дереву штукатурить могут яга сколько лет на стройке отработал я такого никогда не слышал по дереву чтоб штукатурили она все отвалится она все отойдет а потом он как бы позвонил своим знакомым до строителям и там проконсультировался и все сказали как бы нет по дереву не надо штукатурить она со временем все равно отойдет и я поэтому как бы я знаю да если набить сетку куда она будет держаться ну как она будет держаться она будет держаться за счет сетки но будут такие места не с небольшой пустотой а это очень плохо именно для кафеля потому что если небольшая будет вибрация вот это вода как и может твориться а на гипсокартоне кафель держится очень хорошо и единственное что может быть когда ты допустим решишь поменять кафель у тебя оторвется все вместе с гипсокартоном это тоже из моего опыта проверено как мы пробовали мы демонтировать под ванной вот этот экран который был приклеен на гипсокартон и в итоге у еще не вышло и по переломали весь гипсокартон и в горем пополам пришлось и переделывать так что я думаю все будет нормально ладно что не буду дальше вас отвлекать как говорят некоторые зрители нудными разговорами продолжим работать и слушать музыку музыка Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok тоже как грунтовка действует но сначала мне кажется надо будет углы промазать сетку там все сделать потом бетоном контактом проходить потом уже ванну ставить понятно делать временно потом плитку буду делать и это дальше вот здесь замазать надо короче до ванны еще до хрена работает и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну в принципе все DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok